Турецкая армия провела операцию против террористов на горе Агри, которая находится на границе с Арменией. Об этом заявили турецкие вооруженные силы. Восемь террористов РПК были убиты в результате операции. В результате операции, проведенной силами жандармерии на горе Агри, было убито восемь террористов и изъято оружие для внутренней безопасности. В регионе продолжается операция, сказано в сообщении. После укрепления турецкой армии, безопасности границы страны с севером Ирака, террористы рабочей партии Курдистана, РПК, проникают в Турцию через территорию Армении. За последние месяцы в северо-восточных провинциях страны были проведены рейды против членов РПК, и в ходе допросов они утверждали, что проникли на территорию Турции, через Армению. По словам кандидата наук по истории турецкого университета, Ататюрка Саваша Эйельмеза, Армения развернула лагеря РПК, на оккупированных землях Азербайджана, в Лачине и Кель-Баджаре. Армения превратилась в управляющего РПК. Большинство пойманных за последнее время террористов, армянского происхождения. Армения планирует поделить часть земель, которые террористы РПК захватят у Турции. Армения с 1992 года, раскрыла свои объятия лагерям террористов РПК Курдистана. В настоящее время, имеются лагери террористов недалеко от Гюмри, Спитака и Еревана. Лагери РПК Курдистана, имеются также в Лачине и Кель-Баджаре, которые захватила Армения у Азербайджана, отметил он. Борьба с мировым терроризмом актуальна сейчас, как никогда, и она порой объединяет страны. Весь мир сейчас заявляет о важности борьбы с террористами из ИГИЛ. Между террористами из ИГИЛ и РПК, нет никакой разницы. Еще в 1993 году деятельность Рабочей партии Курдистана, была признана экстремистской и запрещена Министерством внутренних дел Германии. Кроме того, деятельность этой организации, также была признана террористической и запрещена в США, Великобритании и Канаде, Австралии, Азербайджане, Ираке, Казахстане, Молдове, Новой Зеландии, Турции и на Филиппинах. В июне 2002 года РПК была включена в список террористических организаций ЕС, что означает запрет ее деятельности во всех странах Евросоюза. Все это дает основание Азербайджану, требовать от мирового сообщества, поддержки в борьбе с курдскими террористами, которые скооперировались с армянскими террористами и сепаратистами. Азербайджан 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 Азербайджан